всем привет меня зовут женя добро пожаловать на мой youtube канал сегодня я снимаю любимый формат видео собираемся вместе со мной покажу вам сегодня много новой косметики которую я купила недавно в сифора в принципе вся эта косметика совершенно новая и я даже некоторые из них не пробовала еще хочу вместе с вами распаковать попробовать нанести на себя пока на моей голове стандартная прическа с которой я хожу каждый день по дому мне очень удобно ходить с пучком на голове волосы мне не мешают и комфортно я себя чувствую советую всем перед важным событием либо при приятием куда вы собираетесь делать маски для лица перед макияжем маска это очень интересно она называется age reason от бренда double d у них вообще очень много разных масок но это гелевая маска должна замерзнуть на лице якобы замерзнуть на самом деле маска засыхает и образуется такая тонкая пленка которая создает эффект замерзания текстура не слишком жидкая но капнуть можно наносим на все лицо маску избегая как обычно области вокруг глаз эта маска создана для зрелой кожи состав у этой маски очень экзотический из из названия я смогла единственная запомнить это экстракт чайного дерева дальше там корень золотой что-то там кактус какой-то и что-то что-то еще можете погуглить и почитать мимическая активность должна полностью исключиться во время высыхания этой маски засохла и застыла мозг прошло 20 минут и мне эта маска напомнила одну корейскую маску которую я кстати показывала на своем канале смотрите если я сейчас нажму пальцем вот он замороженный эффект пошла смывать и водой вот и все маску я смыла кожа стала такой свежей мне кажется она даже немножко потянулась упругой не знаю заметили этот эффект на камере сейчас на моем лице ничего нет и вообще я заметила перед тем как делать макияж лучше всего для меня наносить только сыворотку для лица поэтому я нанесу свою любимую метатрон сыворотку японскую без крема какого-либо потому что я буду наносить сейчас базу на лицо и таким образом мой макияж прослужит мне дольше если я сейчас нанесу еще крем увлажняющий тогда у меня может просто через полчаса лицо стать блестящим жирным я это не люблю поэтому я наношу только сыворотку на лицо под базу база у меня очень классная которая появилась у меня совершенно недавно это база мусс с сп защитой 35 от бренда шоу и мура нужно взболтать ее нанести на руку у этой базы есть тонирующий пигмент у меня розовый и советую наносить базу спонжем на лицо вот такими движениями посмотрите она сразу перекрывает немножко лицо прям полоса я не знаю заметно ли на видео но я вижу полосу думаю что даже если у вас нет покраснений можно без тонального крема даже обойтись как по мне так очень классный эффект я думаю что вы тоже заметили его после базы я наношу на все лицо тональную основу у меня здесь тент и доль ультра 24 часа от ланком по-моему это обновленная версия если я не ошибаюсь хочу еще попробовать вместе с вами новый консилер от ланком тент и доль ультра в так сразу у меня масло здесь потекло видимо нужно его взболтать или немножко выдавить чтобы масло проехала вниз такой ну достаточно плотный консилер я хочу нанести совсем чуть-чуть в область под глаза и вот в какие-нибудь такие впадинки чтобы лицо стало более плоским плоским в уголки глаз не очень удобно залазить таким спонжиком существует поменьше спонжики специально для области вокруг глаз чтобы он мог проникать в уголки глаз но у меня есть пальцы поэтому пальцами тоже легко дальше я покажу как я наношу свою любимую пудру для лица рассыпчатую airspun которая показывала фаворитах у которой максимально яркий аромат но я уже привыкла мне кажется я немного насыпаю в крышку и беру пушистую кисть наношу на все лицо пудра очень экономично убираю жирный блеск но не совсем как бы я совсем немножко припудриваю щечки в основном акцент делаю на т-зону потому что она у меня сразу придает меня в течение дня еще люблю запудривать брови потому что они тоже бывают блестят течение дня чтобы этого не произошло я наношу таким густоватым слоем пудру на брови и на т-зону вообще покрытие мне очень нравится как сейчас выглядит мое лицо после базы после маски может быть после вообще всего того что я нанесла покрытие мне кажется даже идеальное брови буду оформлять при помощи карандаша be special и туши для бровей от lancome это так как у меня сейчас слишком темные волосы я выбираю немножко потемнее карандаш приступаем к макияжу глаз я всегда использую базу под тени у меня база urban decay мне нравится что здесь есть кисточка при помощи которой можно удобно нанести базу и в уголки глаз потом пальцем просто все растушевываю хотела вместе с вами попробовать палеточку новую от шу уймура у меня она в таких нейтральных коричневых оттенках такие оттенки я использую практически каждый день для повседневного макияжа у меня здесь есть светло персиковый который я нанесу на все подвижное веко сразу на оба глаза сделаю совсем нейтральный макияж потому что больше акцент будет на губы у меня такая космическая помада какая именно вы узнаете попозже кстати эти тени очень хорошо растушевываются и не супер пигментированные что уменьшает вероятность перенаслоения вот совсем естественная растушевка очень легкая более коричневый оттенок я нанесу на все подвижное веко они наносятся совершенно не так как все тени они наносятся мягко хорошо растушевываются качество теней превосходное нанесу на ресницы немного туши у меня тушь парадайз от лореаль мне она очень нравится девчонки советую вам из такого бюджетного варианта если вы ищете тушь для объема для удлинения мне на нравится эта тушь красивые ресницы от нее получаются но и все равно я буду сейчас клеить магнитные ресницы вместе с вами протестируем что я никогда этого не делала купила специально для этого видео магнитные ресницы магнитные ресницы у меня фирма ордель я купила их волмарт супермаркете и честно была удивлена потому что я не привыкла к таким ресницам никогда их не прикрепляла клей не нужен у меня только на внешних уголках реснички я такие очень люблю чтобы не на весь глаз клеить она уголки только ага вот я нашла парные реснички зафиксирую сначала ресницы на верхнем ряду и видимо нужно вот так поднести о ого вау 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 да вы что пол дела сделано осталось немного проконтурировать лицо добавить румяна накрасить губы у меня здесь новый бронзер от benefit hula light если честно это полная находка для меня и для блондинок и для светлых кожи конечно у меня не совсем светлая кожа но если для вас все корректоры темноватый если для вас хула темная то я советую попробовать хула light это новая светлая версия облегченная light версия для контурирования лица она действительно очень очень светлая и ей невозможно переборщить немного я уменьшу свой носик здесь наборе стандартная плоская кисть теперь я нанесу хайлайтер от berry minerals у меня хайлайтер в оттенке fair to light и нанесу я пушистой кистью это минеральная косметика я про нее уже рассказывала очень мне нравится я стала поклонницей berry minerals конечно у этого хайлайтера нет такого супер золотого свечения как у нового анастейша beverly hills но мне он и не нужен при таком лайтовом в принципе макияже хайлайтер наношу совсем чуть-чуть на те места которые нужно еще у меня есть румяна от berry minerals красивый цвет называется rose radiance да я немножко не привыкла к таким продуктам это рассыпчатая косметика минеральная и покрытие легкое классно совершенно естественное покрытие естественный оттенок такой красивый освежающий сказать честно я долго ходила вокруг этой потрясающей помады fancy beauty by riana ну вроде у меня есть все красные оттенки куда мне еще куда мне еще красная помада матовая тем более но есть они у меня во всех брендах практически но нет fancy beauty то у меня нет к дизайну я конечно претензий никаких не имею очень красивый дизайн красивая помада fancy beauty riana знаете это как будто бы прикоснуться к ней к самой она такая классная и обожаю и помада by riana универсально одного единственного красного оттенка который на минуточку подойдет под любой цвета тип под любую девушку кисточка для нанесения тоже очень интересная она выполнена в форме песочных часов ну говорят при помощи такого аппликатора удобно наносить помаду проверим и написано что она выдержит 12 часов красных помад не бывают много поверьте девчонки у меня столько красных матовых помад но каждая особенная у каждой свой какой-то потом особенный и эффект особенный стойкость разную у всех а как мне нравится краска до сих пор не смылась я еще мега темная читала ваши комментарии спасибо огромные девчонки за поддержку многим из вас нравится этот цвет я если честно удивлена но вам виднее со стороны у меня утюжок мини версия travel от бренда chi волосы вытянула ну как можете заметить у меня от природы нет такого объема особого у корней поэтому я их всегда начесываю для этого у меня есть специальная щеточка которую я купила по моему тоже в супермаркете для начесывания она такая пушистая жесткая обычно я немного начесываю и вот этот лак чей купила я тоже в магазине со скидкой большой здесь вообще столько скидок что я не могу устоять всегда ну что мой макияж готов я надеюсь вам он понравился нравится такой болтологический формат я пробовала новую косметику вместе с вами напишите что из продуктов вам понравилось больше всего и поставьте лайк если нравится такой формат всем спасибо пока пока